Всем привет! С вами Дэй Пикачу, и мы сейчас находимся в Канаде. И мы сейчас находимся в таком аэропорту, как Белла Кула. Да, очень интересное название. Ну так вот, и тут очень довольно короткая полоса. Она всего лишь 1100 метров. Так что давайте опробуем разные тут самолеты. Первым будет, конечно же, Пилатрус PC-12. Так, ну что ж, взлетаем, так, поворачиваем, опускаем голову. Так, ну что ж, мы можем уже взлетать. Стоп, а что он с нашим двигателем? Он почему-то красным обозначается. Вот, смотрите, что-то красное с ним. Ладно, все равно мы взлетели. Эти поломки нам вообще не помешали, конечно. Ну что ж, давайте опробуем какой-нибудь самолет побольше. Давайте сейчас посмотрим на такой самолет, который я практически никогда не использую. Это Boeing Sugar Plane. Да, вот так вот он выглядит. Это можно сказать 737, но меньше. Кстати, этот самолет работает только на электричестве. Да, вот такой вот экологичный самолет, но выглядит он, конечно, странно. Такие огромные, это, крылья. Аж на птицу похож. И он почему-то... Я вот сейчас реально дергаю джойстик весь прям направо. Направо, но он не хочет возвращаться направо. Что тут? Какие поломки у нас? А, понятно. Один двигатель поломался. Ладно, давайте еще раз попробуем. Сейчас быстро. Ну что ж, давайте сейчас еще раз попробуем. Ну что ж, мы уже нормально вроде начали взлетать. Вроде без никаких повреждений. Так, да, нас чуть-чуть носит, потому что я пробую держать самолет прямо на середине, но у меня не получается, и мы съезжаем. Тем более, ширина полосы очень маленькая. И это очень большой минус. Ну что ж, у нас, в принципе, получилось взлететь очень удачно. И это очень хороший плюс этого самолета. Так, ну что ж, давайте попробуем такой самолет, как Boeing 737-200. Я, ну, уверен, что он тут летает. Потому что, ой-ой, этот самолет летает и не в такие, не на такие маленькие полосы. Ой-ой, у нас один из двигателей отключился. Я практически потерял управление над самолетом. Да. Ладно, я его сейчас починю и вернусь. Так, ну что ж, я его вроде починил. Теперь он управляется полегче. Хотя тоже очень довольно сложно его сейчас управлять. Ой-ой-ой, у нас слишком маленькая скорость. Так, ладно. Так, ладно. Вроде мы все вернули в нормальное положение. Ой-ой-ой, нам надо сесть. Нам надо сесть, а не упасть. Так. Так, касание. Ой-ой-ой, жесткое касание. Так, активирую реверс. Реверс почему-то не работает. Реверс. Реверс, работай. Сейчас я попробую поднять нос, чтобы уменьшить скорость. Но вроде это уже нам не надо. Да уж, вы видели то, что это... Воу, у нас двигатель взрывается. Ну, иногда такое происходит на этом самолете. В принципе, если вы летаете на этом самолете, то в принципе, это довольно ничего страшного не происходит. Если честно. Так, ну что ж, мы заходим уже на таком самолете, как Boeing 767-300. Так, в принципе, у нас сейчас никаких проблем нету. Ну, только наша единственная проблема – это полоса. И криворукий пилот. Так. Так. И касание. Тормоза. Давай быстрее тормозись. Так, ладно, подниму нос, чтобы быстрее скорость снять. Так, помогает, помогает. Помогает. И... Ну, мы, кажется... Ну что ж, давай останавливайся. Ну что ж, вы как видите, ну, мы чуть-чуть проехали чуть-чуть дальше полосы. Ну, это, в принципе, не очень так важно. Потому что, если бы был пилот получше, если бы самолет не заходил на такой большой скорости, просто я это ступил и почему-то это не сразу уменьшил скорость. Поэтому мы летели на скорости, ну, плюс-минус на 20, плюс 15 узлов. И это, наверное, бы, если бы мы с нормальной скоростью заходили, мы бы остановились побыстрее. Ну что ж, я сейчас попробую еще какие-нибудь интересные самолеты. Так, ну что ж, я решил попробовать весьма специфичный самолет. Это военный самолет Б-1. Я его... Я вообще очень мало использую в военных самолетах в своих видео. Давайте посмотрим, как этот сверхзвуковой бомбардировщик сумеет тут залететь. Убираем тормоза и в полную тягу. Вот прям огонь идет. Наверное, у нас получится взлететь, хотя... Хотя довольно большая полоса ему нужна для разгона. Ну, по моему мнению... Так, нам надо брать 220. 220, все, взлетаем. Отлично, мы взлетели. Как же мне нравится этот самолет. Давайте, кстати, реально попробуем еще один сверхзвуковой бомбардировщик. Нет, не в ту сторону поворачиваю. Не в ту сторону. Ну, так, ладно. Давайте попробуем авровулкан. Так, ну что ж. Вот наш авровулкан. Ну что ж. Полная тяга. И взлетаем. Мне очень нравится, как выглядит этот самолет. Особенно вот с переднего вида. Он выглядит очень устрашающе. Из заднего. Выглядит прям... Очень круто. Так, ну что ж. Этот самолет чуть-чуть помедленнее. Потому что я не знаю, но вот как включить на этом самолете... Это... 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 Ну, это... Ну, чтобы огонь шел из двигателей. Отлично. Мы взлетели. Можем прям вот так вот. Взлететь ввысь. А потом перейти в сваливание и разбиться. Ладно, надеюсь, это видео вам понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok